здравствуйте здравствуйте хочется всем сказать доброе утро но учитывая онлайн формат форума доброе утро добрый день добрый вечер зависимости от того в какой части россии вы находитесь меня зовут действительно владимир самойлов и сегодня я буду рассказывать вам об очень популярном теме которые в течение сегодняшнего форума в том числе будет звучать не раз это unified operation center по-английски по-русски мы называем центр управления взаимодействия его можно применять как на умных городах воркшоп которого вы анонс воркшопа вы только что услышали как атака для дата центров ну и самое классическое применение это для центра управления но коли сегодня технический день я обещаю что не буду утомлять вас общими фразами и описанием этого решения подхода посвящу и сконцентрируясь больше на технических моментах и в частности на том как добавить 3d ну коли уж известно своими решениями по проектированию в 3d очевидно было бы сделать такую сессию о том как все таки добавить из-за вева и 3d дизайн в центр управления но начать позвольте с общих вещей чем идея и само решение по управлению производством существует очень давно в чем же новизна и почему единый центр или ее уси появился 3-4 года назад отличие состоит в том что мы предлагаем применить тот же самый подход что для управления заводом но на уровне бизнеса и как только мы говорим что нам нужна поддержка принятия решения нам нужна прозрачность всего бизнеса если вы можете представить себе это может быть несколько больших крупных заводов глобально находящихся в разных точках земли вам критически важно становится обеспечить прозрачность всех процессов не только технологических но и финансовых но и цепочек ценностей логистических и следующий шаг по улучшению эффективности вашего бизнеса это сведение это все в единую систему в единый центр иногда это физически единое место иногда это просто организационная структура на делению специальными полномочиями для того чтобы администрировать и управлять бизнесом но на чем основана наша наша наш центр управления начнем основан софт который поддерживает такого рода системы система систем вы уже не раз слышали этот подход мы не говорим что нужно взять и снова с нуля все поставить сделать свести все и собрать в один большой дашборд это не очень правильно вы инвестировали уже много в текущую инфраструктуру ваш бизнес уже работает вы уже управляете им мы лишь говорим о том что зачастую решение о руководстве о принятии в том какого-то решения особенно в период изменений к вида неопределенности мы принимаем на основе сводных отчетов которые нам готовят представители департамента на месячной квартальной основе и идея состоит в том чтобы ускорить процесс получения вами данных потому что зачастую технологические процессы финансовые потоки логистические потоки настолько быстрые что к моменту подготовки этого отчета как только он попадает вам на стол информация уже становится не актуальны и вот создание такого центра она как раз позволяет взять текущую инфраструктуру которая у вас есть и который пользуется сейчас ваши подчиненные для создания отчетов удобно свести в одном месте не затрачивая на это много усилий потому что в системе много предустановленных коннекторов шаблонов получить динамическую систему контекстуализированную систему как мы говорим плюс чтобы это не было уже совсем дашбордом дашбордом добавить немного управления то есть это не просто агрегация информации вы можете прямо с из единого интерфейса вырабатывать корректирующие воздействия направлять запросы запускать бизнес-процессы управлять технологическим процессом если это имеется ввиду очень важно понимать что мы прекрасно себе представляем что на разных уровнях бизнеса должны быть разные набор информации и вот здесь на слайде примерно представлен что может быть и вот обратите внимание что 3d модель на которой мы сегодня будем много говорить она появляется только на верхних уровнях когда мы говорим об управлении корпорацией или управлением центра управления и центра компетенций мы прекрасно даем себе отчет что 3d модель возможно не так важно например непосредственно в цеху где люди сами прекрасно понимают что их ответственность их цех где что находится но поднимаясь выше есть эксперты которые обслуживают ну например эксперты в предиктивной аналитике они могут обслуживать с десяток энергетических установок или десяток технологических установок и вот им уже будет интересно иметь не только контекст данных которые они получаются из кадра системы или мест системы но и контекст 3d где конкретно находится если честно если честно идея добавить 3d и вот такую ситуационную осведомленность географическую осведомленность в свой свой скоп в свой набор данных который видит руководитель она не нова и даже на сегодня вы услышите далее конце дня презентацию от наших коллег которые этим заниматься достаточно давно чем же отличаемся мы как а вева и что мы конкретно можем предложить вам с точки зрения нашего решения во первых у а вева единой создан новый движок визуализации рендер движок рендеринга у нас большие планы по его развитию сейчас он уже используется в нескольких наших ведущих флагманских продуктов по визуализации например для vr-тренажеров например для нашего решения engage и в том числе мы его используем вот для добавления 3d модели в intouch или как мы говорим в ее усе зачем мы делаем свой движок когда на рынке есть огромное количество готовых движков и игровых и промышленных на протяжении всей истории мы попробовали много разных подходов и зачастую мы сталкивались ну например какое-то время было на unity мы делали очень много визуализации на unity писали плагины к unity для визуализации но очень быстро столкнулись с тем что производительность игровых движков не заточена на визуализацию больших сложных моделей в игровой индустрии используется оптимизация снижение детализации динамическая деградация модели и и и так далее но это не при неприменимо к большим инженерным моделям который требует точной визуализации поэтому наш движок который называется cvp или common visualization platform заточен под рендеринг больших и тяжелых моделей относительно не так ресурсоемки конечно требуется мощная видеокарта но сравнивая с другими движками относительно не ресурсоемки так как мы его разрабатываем для наших продуктов интеграция с нашими инженерными решениями и в целом среди всего нашего портфолио вы знаете что в его делать продукты и для эксплуатации для проектирования интеграция со всеми продуктами очень простая добавить модель в систему управления инженерными данными без проблем добавить модель в систему управления бизнесом без проблем напрямую поддерживается наше решение по проектированию то есть вам не надо искать каких-то подрядчиков чтобы конвертировать модель чтобы упростить ее чтобы убрать лишние элементы и и так далее конвертация идет напрямую и из коробки вы можете связывать систему управления инженерными данными я чуть позже расскажу подробнее об этой системе но суть в том что от aviv вы получаете не просто движок визуализации вы получаете возможность из коробки добавить к визуализации контекст инженерных данных документацию атрибуты всю связанную информацию списки и так далее и так движок хорош есть у него специфика давайте перейдем непосредственно к деталям как конкретно можно что нужно для того чтобы 3d модель появилась на вашем центре управления или диспетчерском центре ситуационном центре называют по-разному нужно чтобы было установлено три утилиты первое из них это omi 3d viewer это плагин кинтач плагин кинтач который позволяет воспроизводить то что нам генерирует и передает по по сети и визуализации сервера второе это визуализации сервер то есть это непосредственно сам сервер который рендер делает рендеринг модели и отправляет его в виде потока можно назвать это видео потоком в omi viewer в комплекте идут еще два в комплекте к визуализации сервера два сервиса watch folder и converter сервис они их мы поговорим позже они делают нашу жизнь легче с точки зрения управления 3d моделями которые появляются внутри визуализации ну и отдельное решение это asset information management оно нужно оно само по себе может приносить пользу и оно не является утилитой для визуализации оно нужно для того чтобы связать тег который у нас есть внутри 3d модели с тем тегом который есть в intouch это информация которая у нас потенциально может быть об этом теге в системе управления инженерными данными давайте я быстро вам покажу что такое систему управление инженерными данными для этого мне нужно открыть браузер я перейду в нашу систему авиа коннект и вот перед нами стартовая страница я не буду долго останавливаться на этой системе просто покажу что в ней можно очень легко проверять и проверять и публиковать информацию которого к вам пришла с этапа проектирования такой инженерный портал данных я например хочу получить всю информацию по оборудованию не помню точно его название помню только начала быстрый поиск показывает не все что у меня есть системе с таким начинается на такую букву и цифру я перехожу вижу что да это действительно мой насос который я я искал по нему сразу же в левой части я вижу всю атрибутивную информацию обратите внимание мне не нужно рыться в документации мне не нужно переходить по папкам искать в explorer все типы атрибутов получены из разных источников вот здесь вы видите что это может быть и например сапа там может быть и информация из 3d модели вся есть здесь тут же мы видим документацию которая у нас есть в которой встречается этот насос прелесть в том что мне не важно где были сделаны эти документы где были сделаны это чертежи мне не нужно открывать pdf просмотрщик не нужно открывать другие там системы просмотра чертежей excel и я прямо из браузера могу все это смотреть комментировать здесь есть система пометок и так далее вот ну что для нас важно нужно отметить что для 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 системы пытаясь вам показать давайте найдем двадцать другой проект я хотел вам показать что для использования в проекте и оси для использования в центре управления для нас важно так называемые синонимы то есть вот видите даже карточка того же проекта здесь просто указано что давайте попробую сделать покрупнее чтобы для нас важно что вот это истинное название тегов в нашей системе information management есть возможность соединять различные наименования чтобы система узнавала один и тот же тег в разных системах то есть где-то он может называться так в сапе в закупках по-другому в логистике по-другому на документации еще как-то и вот чтобы это все сливалось в единую карточку у нас есть синонимы и вот чтобы система узнавала теги из 3d модели у нас 3d модели есть особенность что каждому тегу добавляется слэш и и важно чтобы этот синоним был в этой системе то есть таким образом in touch и в частности вьювер видит название этого тега в 3d модели запрашивает к нему истинное имя тега и получает всю необходимую информацию которая хранится в системе управления данными атрибуты документы то есть за фактически одна простая интеграция за счет у моего вьювера и за счет такого подхода объектно-ориентированного подхода позволяет вам привнести огромное количество инженерных данных просто вот зная имя тега вы всегда можете вытащить и показать как-то использовать огромное количество информации давайте перейдем дальше давайте я вам покажу как что из себя конкретно представляет процесс добавления работы с этим о май вьювером и добавление его в intouch итак для начала я сделаю все с нуля добавим новые view up назовем его демо сразу инициализируем его для примера я буду делать его на одном простом экране использовать шаблон из двух панелей дальше у меня появляется возможность добавить плагин который называется aviva 3d viewer и есть уже заготовлена заранее у меня технологическая схема или pndi схема теперь как настроить чтобы настроить вьювер мне нужно заполнить всего лишь несколько полей указать адрес сервера визуализации кстати тут надо заметить что почему сделано именно так потому что сам сервер требует видеокарту и не обязательно чтобы ваш клиент соответствует требованиям вы можете сервер поместить отдельно в дата-центре и он у вас будет обслуживать несколько клиентов intouch и май то сами клиенты могут быть крайне простыми планшетами и так далее фактически они не участвуют в рендеринге они просто получают видео поток от сервера визуализации это очень сильно влияет на инфраструктуру вам нужно фактически только в одном месте сосредоточить все видео ресурсы а с клиенты будут пользоваться только по сети указать имя портала или ассорт информация менеджмент которым работает ну и дальше небольшая функция о том как раскрашивать теги вы можете использовать по умолчанию либо выбрать свою для того чтобы выделенные теги выделенные нас объекты подкрашивались специальными цветами дальше чтобы обеспечить контекст и мне нужно написать простой скрипт в котором я просто говорю что давайте откроем символ анимация по нажатию на правую кнопку я хочу чтобы текущая навигация сменялась на название тега на котором я кликну очень простой скрипт две строчки и это в принципе все что мне надо если мы сейчас запустим для предпросмотра текущий экран система связывается с конечно сервер должен быть запущен для этого же система связывается с сервером получает из него стриминг модели которую указал в настройках и по нажатию на правой кнопкой система это это я навигирую это это просто чтобы показать вам что это 3d модель живая а не псевдо 3d модель как иногда делают и вы можете с ней взаимодействовать и по нажатию на правую кнопку система переводит меня в этот тег я уже могу смотреть где он находится что находится рядом какие строения конструкции и таким образом получать контекст происходящего что что очень важно еще отметить что очень часто почему не используют 3d модель есть огромный скоп задач который на эксплуатации может решаться с помощью 3d модели почему не используют 3d модель потому что она очень быстро устаревает ей перестают доверять сталкиваются люди ситуации что смоделировано одно по факту уже прошло 3 реконструкции подрядчики перестроили то есть модель устаревает и вот авиа разработала специальный процесс который позволяет вам очень быстро и не думая заменять модель и таким образом если вы в целом у вас есть процесс по управлению изменениями в 3d модели вам не нужно этот процесс повторять для не нужно повторять процесс для asset information management что о чем я говорю вы берете просто модель которую у вас есть 3d модель формате zgl или rvm zgl это формат 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 который того решения которое я вам показывал и вы просто указываете либо кладете его в специальную папку либо указываете что вот эта папка за ней нужно смотреть как только там появляется 3d модель специальный сервис идентифицирует проверяет что она корректна и запускает сервер конвертации то есть сервер конвертации берет из этой папки вашу 3d модель подготавливают его к стримингу и направляет загружает в сервер визуализации и после этого модель готова к стримингу то есть вы в этом процессе никак не участвуете вы не нажимаете кнопки вы не не следите не говорите далее далее все что нужно это просто указать папку где будет лежать 3d модель ровно по такому же принципу работает портал и поэтому мы считаем что если вы у вас есть процесс изменения модели вам достаточно просто в автоматическом режиме настроить выгрузку этой модели после каждой реконструкции раз в год раз в полгода и все абсолютно системы которые пользуются этой визуализации будут оперировать достоверной корректной моделью и вот после этого уже это имеет смысл становится понятно выгоды становятся очевидны и хочу вам показать один пример как это может быть в реальной жизни итак это часть нашего большого демонстрационного примера у нас случился аларм что-то произошло для мы уже устранили последствия все все хорошо надо просто разобраться теперь что что происходит надо реактивные действия какие-то принять мы видим где находится этот насос также портал предоставил нам документацию то есть мы видим P&ID чертеж который нам передали паспорт оборудования тут же мы получаем обратите внимание еще раз подчеркиваю мы его не загружали в OMI это просто то что нам передала система управления инженерными данными потому что здесь есть встроенный коннектор вся атрибутика по нему тоже видна то есть зачастую нам не важны документы мы хотим быстро понять что это за насос от кого производитель тут же мы хотим исследовать расходомер потому что скорее всего в нем была причина отказа насоса по нему также вся документация и мы видим что расходомер находится на очень большой высоте 3d модель нам это очевидно говорит что это возле колонны и если мы хотим выслать туда бригаду ремонтную надо учесть это возможно специальные люди которые допущены к работе не забыть с собой специальное оборудование лестнице стремянки страховка и так далее быстрый простой пример я уверен что даже такое вот банальное понимание что расходомер находится где-то высоко сэкономило часы и значительные средства которые ну могли бы быть не потрачены если бы люди принимающие решения они об этом знали вот когда мы говорим о качестве принятия решения о поддержке принятия решения это вот один из примеров ну и финализировать я бы хотел просто суммировать то что я сказал ранее я не хочу говорить о конкретных выгодах всего центра управления мы не раз это обсуждали и сегодня вас это ждет я хочу сконцентрироваться на том что вам дает использование 3d модели в рамках системы intouch в рамках любой системы управления вы экономите деньги это важно потому что эта же модель вы ее не перерисовывали в unity вы ее не конвертировали эту же модель вы за нее заплатили на этапе проектирования 95 процентов проектов сейчас выполняется в 3d поэтому заказывая проект у проектного института вы автоматически получаете как минимум автоматически делается она в 3d получаете ли вы или нет это второй вопрос чаще получаете поэтому вы уже один раз инвестировали в туда деньги хорошо бы было еще раз ее извлечь извлечь выгоду из этого еще раз вот мы наше решение позволяет это делать вы просто берете эту модель как есть и подгружаете к себе экономия ресурсов я вам показал что имея такую осведомленность и на уровне бизнеса где-то в глобальном уровне понимая 3d контекст происходящего можно сэкономить значительно и тяжело это посчитать но наши отзывы говорят что те люди кто понял это они не хотят отказываться от использования 3d модели экономия времени потому что вы видели что для того чтобы подключить фактически соединить там три класса систем систем управления предприятием систем управления инженерными данными и 3d модель мне понадобилось 2-3 минуты то есть если вы используете решение авева для вас это очень быстро потому что все работает из коробки вся интеграция из коробки вам нужно просто положить 3d модель в нужное место и все после этого можно видеть 3d модель на экране то есть вы очень быстро получаете результат ну и удобство работы многие многие делали псевдо 3d многие делали упрощенное 3d опять сталкивались с проблем производительностью потому что когда все это подтормаживает когда все это пикселизируется и как как называется модель динамически деградирует чтобы обеспечить нужную производительность или необходимость больших сложных серверов с большими видеокартами в комнате управления это все не очень удобно и поэтому как я считаю я считаю что этим пользуются только так как это вот на уровне айфона на уровне текущих интерфейсов когда это доступно очень быстро легко интуитивно и вот именно такой опыт мы предлагаем с нашими решениями авева я надеюсь я вам показал как это происходит у нас показал выгоды которые вы можете получить за счет этого и где как это работает в реальной в реальной жизни на этом у меня все спасибо большое что присоединились к моей сессии к сегодняшнему дню большое спасибо и до свидания и далее озвучиваем вопросы квиза их будет два поскольку сегодня у нас все выступления идут одним потоком и мы постарались насытить квизом побольше вопрос номер один в каких отраслях промышленности может использоваться решение авева unified operations центр или центр управления и взаимодействия по-русски четыре варианта в нефтегазовой отрасли в тепловой энергетике в горном деле или решение применимо во всех отраслях промышленности вопрос номер два система авева unified operations центр или центр управления и взаимодействия может давать рекомендации для оптимизации эксплуатации актива два варианта ответа да может или верно или неверно нет не может делаете ваш выбор отправляете ответы участвуйте в квизе Сергей а у нас есть вопрос к спикеру я хочу напомнить нашим зрителям что вопросы вы можете адресовать напрямую спикером и один такой вопросик есть от Владимира Самойлова в данном случае утилиты OMI 3D Viewer и другие они отдельно лицензируются или возможно скачать бесплатно да и мне кажется я забыл упомянуть об этом это важно утилита OMI Viewer и visualization сервисы и все другие сервисы о которых я говорил они идут в комплекте с OMI Asset Information Management лицензируется отдельно наверное сразу стоит сказать о что вы получите если не будет настроена система Asset Information Management в принципе модель будет работать но вот той магии когда нажимая где-либо в системе InTouch контекст 3D модели меняется и происходит переход ее не получится поэтому вот таким образом спасибо большое и есть еще один вопрос если не сложно на него тоже можно ответить данный вопрос прислал Руслан Маханьков надеюсь правильно ставлю ударение ООО АТИСС АТИС видимо Доброго дня есть ли реальные примеры применения 3D в OMI тут надо задать вопрос как это в России или не в России у нас есть скажем так все крупные заказчики которые оперируют системами OMI как я сказал на уровне бизнеса например Shell Aker Adnok Katargas они используют потому что масштаб компании такой и система управления такая что они строят системы пункты управления единые пункты управления для 50-60 компаний и им не очень важны технологические аспекты они смотрят на финансовые потоки на потоки сырья и как только они хотят проваливаться и получать больше контекста и разбираться в ситуации им необходимо понимать контекст 3D модели поэтому они используют в России я знаю что как минимум несколько проектов стадии подготовки пресейл пилотов можно по-разному назвать но и многим эта идея нравится как я сказал потому что у многих эта модель есть уже и когда мы говорим что просто используя некую утилиту можно подгрузить ее на большой экран почему нет не могу сказать что в России есть известные мне случаи которые состоялись и реализовались ну просто потому что концепт на том уровне о котором я им говорил только-только начинается в России но мне почему-то кажется что вскоре мы увидим достойные примеры спасибо огромное за ответы и я думаю что Сергей Лебедев и Руслан Маханьков заразили наших зрителей вот этой идеей задавать вопросы нашим спикерам поэтому я говорю большое спасибо призываю наших зрителей задавать вопросы к следующему спикеру а Сергея призываю его представить да но прежде чем представить следующего спикера я хочу сделать анонс следующих или ближайших воркшопов это тоже важно и так прямо сейчас стартуют воркшопы или уже стартовали поскольку мы немножко в рассинхроне с сессией воркшопов воркшоп по системе планирования Planet Together спикер Владимир Бажин покажет варианты планирования работу с приложением и второй воркшоп это организация единого диспетчерского центра объектов нефтепереработки на базе авиавасистемплатформ спикер Николай Сенченков центр инноваций Шнейдер Электрик а в вебинарной комнате вас всех ждет с нетерпением Александр Ушаков у него во время его сессии вопросов и ответов тема дискуссии предиктивный анализ для современного производства поэтому милости просим с 11 до 11.30 Александр Ушаков весь ваш а теперь я готов анонсировать следующего спикера нашей основной сессии и с темой Центр управления производством эволюция ЭМИЭС систем выступит Алексей Селезнев менеджер по развитию бизнеса цифровых решений Шнейдер Электрик Академия 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 стоп